Пока дети тут бегают, спортом занимаются, ты можешь сам потренироваться рядышком. Причем продумано все хорошо. Место отдыха для всей семьи теперь есть и у жителей Тайваня. Сложно поверить, что еще в марте на пересечении улиц 50-летия Октября и Зеленой был пустырь. Сегодня современный сквер. Его благоустройство по проекту формирования комфортной городской среды обошлось почти в 40 миллионов федеральных рублей. Хоть работ на каждом этапе контролировали местные жители, потому что в создании парка приняли самое непосредственное участие. Проект тут местные жители, спасибо, что не допустили здесь ни строительства, ни гаражей, ни киосков, ни магазинов и так далее. Просто сделали с одного места конфетку, ну, набережная. И теперь, когда идут, береговое укрепление красиво получилось, честно говоря. Они ходят и говорят, у нас есть своя набережная. Не только набережная, целый комплекс для прогулок и игр. 3000 квадратных метров тротуара, спортивная зона с турниками и площадкой для стритбаскета для взрослых, качели и горки для детей. Два вида лавочек, обычные и с навесами от солнца или дождя. А вокруг сквера заасфальтированные проезды к домам и новые парковки. Часы бывает то, что в колледж хожу, а понравилось то, что это, дорога сделана. Ну, то, что по грязи не придется ходить. Живу я тут почти с самого рождения. Ну, изменения парка мне нравятся. Будет где погулять. Мы подписывали, получается, в школе, чтобы строили этот парк. Я под окнами гулять буду, можно так сказать. Отлично. Отлично. Отдохнуть на качелях теперь можно и в сквере возле киноцентра Благовещенск. Работы по благоустройству здесь полностью завершены. За два месяца рабочие демонтировали фонтан, обустроили пешеходную зону, установили фонари и декоративные арки. Здесь освоили 8,5 миллионов рублей, поступивших по программе «Поддержка административных центров Преамурья». Разные программы, цель общая. Это вот в рамках благоустройства городской среды в целом, в городе создание комфортных условий для жителей города Благовещенска. Все места отдыха, они отдельно взятые, отдельные проекты. Они не похожи один на другой. И нет повторяющихся. Это очень тоже важно. В следующем году власти планируют преобразить сквер возле торгового центра ОТДО. Территория победила в общественном голосовании. Немного уступил ей ручей Буяновский. Жители Маховой Пади, конечно, расстроились, но рук не опустили. Уже обратились в мэрию с коллективной просьбой все-таки включить ручей в план благоустройства 2020 года. Кристина Слепцова, Денис Лугов. Программа «Город».